В начале выпуска об очередной человеческой трагедии. За одно мгновение кунгуряки остались без крыши над головой. Двум кунгурским семьям, пострадавшим с вчерашнего пожара, требуется помощь. Люди лишились абсолютно всего. Огонь не пощадил ничего. Подробности произошедшего и о том, как можно помочь пострадавшим, расскажем в следующем сюжете. Увидели дым в окно. Я выбежала на улицу, поняла, что где-то в нашей стороне горит. Ко мне прибежала дочка в магазин. Я сразу же прибежала сюда. Тут уже все полыхало с той стороны, особенно вообще все горело. В день пожара в доме находились бабушка и внучка. Вечер не предвещал беды. Зоя Павловна пришла домой от дочери и решила отдохнуть. Вспоминает, когда поняла, что дом горит, действовать пришлось крайне быстро. Включили телевизор. Потом прибегает внучка, братова внучка, прибегает. Говорит, эти Зои, мы горим. Я ничего не поняла. Говорю, как горим. В городу-то выбежала, а там уже у них все горело. Большой пожар на Первомайке начался около шести вечера. Полыхал двухквартирный двухэтажный деревянный дом. Все началось с бани. Затем огонь быстро перекинулся на надворные постройки и сам дом. Из-за сильного ветра горение происходило стремительно. И к моменту приезда пожарных деревянный дом горел уже полностью. Крыша обвалилась. За 15 минут уютное жилище превратилось в груду горелок. Люди, к счастью, не пострадали. А вот животных, кроликов и кошек спасти не удалось. Все сгорело. Абсолютно все. Вообще ничего не осталось. Ни документов, ничего. В чем остались? В чем я на работе была? В чем мама с ребенком выбежали на улицу? Сейчас погорельцы живут у родственников на соседней улице и ютятся в небольшой комнатке. Неравнодушные соседи уже приносят разные вещи. В дальнейшем же семья планирует восстановить сгоревший дом. Жить надо начинать с нуля. Предлагают уже помощь свою. И в школе предлагают помощь. У ребенка ни одежды, ничего, ни формы, ничего не осталось. Кто чем может уже помогает. Уже обещают и форму. Кто сшить, кто чего там старенькое может осталось у кого-то с прошлых лет. Как бы уже предлагают помощь свою. Пострадавшие обращаются с просьбой к добрым людям. Погорельцы рады любой помощи. От строительных материалов и мебели до одежды. На ребенка девочку нужна одежда на рост 150 сантиметров. Обувь 36 размера. Никаких вещей не осталось и у родителей. У мамы 46 размер одежды, 48 размер обуви. У бабушки 50 размер одежды, 39 размер обуви. У папы, соответственно, 50 и обувь 42. Если кто-то может помочь погорельцам, просьба обращаться по номеру телефона, указанному на экране. Также реквизиты банковской карты пострадавших имеются и у нас на телекомпании. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин. Телекомпания «Кунгор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова